За время года такое болезненное, привыкаешь даже к орлей, Заложенности носа и новым квартирам. Не рели, пожалуйста, не рели, пройдет и твое время. И руками дрожит у Бога, он так давно не бухал, С нормальной жизнью, что и преграться не к чему. А твоя головная пройдет, больная голова, Простуженные ноги, хрупкие пальцы, отбитые почки, Вот и вышел человечек. Из соседнего двора, мне на перерез, на розовом двухколесном велосипеде, Выезжает девочка лет шести. Она едет быстро, но я успеваю заметить, что над левым ее глазом нет верхнего века. Сейчас ее это мало заботит, она крутит педали и мчится куда-то в сторону центра. Но потом это может стать определяющим фактором, Из-за которого она рискует никогда не найти бойфренда. В доме напротив живет 14-летняя девочка. Я регулярно встречаю ее на перекрестке, когда иду в магазин. Я не себя на медицине, но, вероятно, это называется сахарный диабет. Она шире меня в два раза и носит балхомистые футболки и шерты ниже колена. Уже сейчас она понимает, что музыка из наушников – это единственное, что останется с ней до конца. На ежедневных тренировках я всегда обращал внимание на парня, который качал исключительно грудь и руки. Ногам он внимания не уделял вообще и всегда прихранывал, передвигаясь от тренажера к тренажеру. Сегодня я столкнулся с ним в раздевалке. Он двигался в сторону душевой, подпрыгивая. Когда он снял полотенце с бедер, я увидел дрожащую культю вместо правой ноги. Вспоминая эти случайные семиминутные встречи, мне становится стыдно плакать над кашляющим, задыхающимся сердцем своим, в пористом от потерь. И все же позволь мне никогда не нагулять часов. Работа, Илья, работай. Читай свои новости в тесной радиокоморке. Немецкие подростки пытались сбить авиалайнер лазерной указкой. Украинцы погибли при травле крыс с выхлопными газами запорожца. Это уже госпитализировались с нарушением ритма сердца. Вот и твое, вряд ли кому-то нужное, скоро вряд ли на что сгодится. Через три месяца встреч предложение тормознуться, приостановиться, а там посмотрим. Нарушение ритма сердца. Середина июня, пора выпускных, и не время для смерти. Пора становиться взрослым. Взрослым — это себе самому бореть пельмени, отделять белое от цветного при машинной стирке, знать маршруты почти всех трамваев, но находясь с тобой, созданным дольменем, именуемым домом. Зачем-то звонить, и зачем-то не знать, зачем? Знаешь, милый, и был любимым, был нарушением ритма сердца. Спасибо.